Об этом собственно говорится в ПОЭ. Пункт 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть это стандарт, по которому работают электрики. Конечно, этот стандарт обязательно используется во всех общественных зданиях. Вы, наверное, обратили на это внимание. Там используются, к примеру, потолки подвесные типа Armstrong. Там можно легко убрать эти плиты и легко получить доступ ко всем монтажным с коробком. В квартирах, где вы делаете дизайнерский красивый ремонт, оставлять монтажные коробки на виду как-то не совсем камильфо. Поэтому я предлагаю самый, наверное, лучший компромиссный вариант располагать монтажные коробки над полотном натяжного потолка. Потому что полотно натяжного потолка можно в случае необходимости легко демонтировать, достать нужные монтажные коробки, там произвести необходимые ремонтные работы и также этот потолок вернуть на место. В то же время, если они будут у нас замурованы под финишной какой-то декоративной поверхностью в стенах, наверное, будет очень обидно, если нам придется расковырять стены для того, чтобы добраться до проводов. И будет это очень дорого потом восстанавливать это покрытие. Если мы говорим о гипсокартонных потолках, то там тоже можно предусмотреть специальные ниши, которые закрываются незаметными вставками. Таким образом, чтобы ко всем монтажным коробкам был необходимый доступ на случай возникновения критических ситуаций. И еще очень важное правило. Нужно, чтобы электрики, которые ведут электромонтажные работы в той или иной квартире, по окончании всей работы оставили вам исполнительную схему, где указано расположение всех коробок и проводов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...